В России те разработки, те технологии наших партнеров, которые уже общепризнаны и на североамериканском, и на европейском, и на азиатском рынке. В рамках группы IT начало развиваться направление корпоративной мобильности. Уникальные гости из Европы, из Штатов, новые имена на российском рынке. Для такого вступительного слова я хотел бы передать микрофон Тагиру Епарову, одному из основателей, председателю совета директоров группы компании IT, благодаря которому это направление началось в этой компании. Коллеги, добрый день. Рад приветствовать вас на конференции, в которой мы проводим. Корпоративная мобильность, о которой мы хотим рассказывать, развивается сейчас очень бурно, и она отличается тем, что на этом рынке сейчас очень много решений, очень много компаний. И он настолько разнообразен, что на нем пока трудно ориентироваться, пока очень важно иметь возможность напрямую общаться с большим количеством партнеров и производителей. Очевидно, что в ближайшие годы он будет консолидироваться, он будет развиваться в сторону укропнения компаний, производителей технологий. Но сейчас этот рынок настолько разнообразен, что требуется лоцманы, требуется помощь, которые могут объяснить, как эти технологии эффективно использовать. И одна из наших задач – рассказать вам, показать. Мы сами, как большая компания, активно используем все эти технологии, видим определенные задачи, которые пытаемся разрабатывать сами. И сегодня мы постараемся, чтобы вы получили свежую информацию из первых рук, и этот день был для вас полезным с точки зрения освещения тех вопросов, которые вас всех интересуют. Еще раз приветствую вас и надеюсь, что будет интересный рабочий день вместе с нами. Спасибо. В этом рынке IT есть однозначно яркие пятна, яркие области, в которых продолжают осуществляться инвестиции, и корпоративная мобильность – это одно из таких направлений. Действительно, средства обеспечения продуктивности, такие как почта, управление документооборотом – это самое распространенное приложение. Но интересно, что и автоматизация работы в полях – это второй по значимости сегмент, куда компании будут инвестировать. Доброе дни! Доброе дни! Доброе дни! Я веду в Север и Центральной Европе, которое не только в России, но и позволяет мне увидеть тренды в Германии, Суицеринске, Франции, Спании, Италии, Медо-Ест, Дубай. И я думаю, что интересно увидеть тренды не только из Америки или Ингрии, где мы отходим. Есть решение, когда основная работа находится вне офиса. Ну, например, сотрудники страховой компании, которые разъезжают по своим заказчикам и, собственно говоря, подписывают с ними какие-то контракты, принимают, возможно, деньги за страховые полисы и так далее, и так далее. Возвращаясь в офис, но в основном они в полях, как говорится, работают, но в офисе у них есть свое рабочее место. Такие решения тоже есть. На самом деле, мобильная платформа здесь является неким базисом, на который, собственно, накатывается определенное программное обеспечение. Значит, мобильное устройство превращается в МПОС, да, мобильный пост-терминал, и фактически является мобильным рабочим местом для подобного сотрудника. Пыль влавоустойчивый, так называемый IP67, сертифицированный, это для тех, которые как раз могут в полях работать под дождем, в снег и в пыль. Тем не менее, я хочу вам рассказать о видении Цитрикса на мобильную среду, на то, что давным-давно уже стало девизом Цитрикса, это работа с любых устройств, откуда угодно, в каком угодно качестве связи, в том числе без нее. И слева замечательный кусочек показывает о том, что Цитрикс работает практически на любых на сегодня известных корпоративных устройствах. То же самое, начало 2000-х годов, интернет, который начал достаточно быстро развиваться у нас в России. Сейчас мы не представляем жизни без этого, как можно было существовать без интернета, без компьютеров, теперь без телефонов мобильных, да, которые стали уже смартфонами. Поэтому тенденция, она постоянно, постоянно развитие, постоянно изменения, и чтобы успевать в этой области, чтобы быть успешным, нужно всегда учиться. Спасибо.